друзья всем привет уверен что по длительности многие уже поняли что видео сугубо теоретическое тем кто не следит за каналом плотно за уведомлениями не было возможности поучаствовать в стриме позадавать вопросы видео касается чисто теории аквапринта видео затронуты ну как мне кажется вообще все моменты потому что вопросы задавал я человек который аквапринтом раньше не занимался поэтому вопросов было много видео конкретно снималась для того чтобы ответить на все вопросы поэтому готовьтесь видео не залипательное видео надо смотреть целиком от начала и до конца если вопросы в комментариях будут повторяться уже были отвечены видео я на них отвечать даже не буду под ответы на конкретные вопросы подтянутся люди которые меня обучали поэтому если что отвечать на них будут они поэтому заваривайте себе чайок делайте бутерброды видео почти 48 минут приятного просмотра по пленкам то есть пленки все хранятся упаковки упаковка это сделать для того чтобы пленка не высыхал в процессе хранения то есть вообще в идеале условия хранения у пленок должны быть по температуре 20-25 градусов не выше по влажности минимум 55 процентов 55-65 процентов это оптимально с влажностью вообще как бы проблема высчитать то есть морозы и все остальное вообще не вариант морозы нет никак не влияет на пленку влиять только сухое помещение сухое жаркое помещение то есть она боится сухости пленка влажности она особо сильно не боится а сухость на нее влияет очень сильно приводит тому то что она со временем просто пересыхает есть водорастворимый слой пленки становится сухим и может пересохнуть до такого состояния что она даже перестанет на воде растворяться до нанесения актива то есть ты ложь на воду она как была пленкой так и пленка лежит там и 10 минут может пролежать вообще не расплывается даже не растворяется то есть это все из-за того что она пересыхает если условия созданы нормально то есть прохладное помещение влажность минимум 50 процентов то в таких условиях можно пленку даже без упаковки хранить то есть она будет впитывать себя в нужное количество влаги с ней ничего не случится вообще сколько по времени год-два может лежать гарантийный срок у пленки затем срок который мы даем это один год практика показывает то что пленка если хранится в правильных условиях она пролежит и два-три года ничего не случится можно хоть вообще в руках никогда то есть тут и толщины по сути то не очень тонкий но есть другие производители так скажем мы с несколькими фабриками работаем то есть этот это пленка достаточно тонкая есть пленки чуть потолще толщина пленки в процессе вообще начнет влияет эксплуатации как таковой процессе ну походят после на низ нет после нанесения и окраски вообще на что может влиять толщина пленки влияет на выдержку на время выдержки на воде то есть толстые пленки их желательно на воде подольше подержать то есть если вы эти стандарт примеру полторы-две минуты то толстой пленки там примеру две с половиной три минуты выдержка это получается полторы-две минуты мы когда вырезали положили просто лежит а потом активатор то есть пленки водорастворимый слой гораздо толще соответственно короткая выдержка она не даст хорошую эластичность самой пленки чем дольше она полежит тем тоньше станет я почему спрашивают то есть толщина пленки по сути на качество после если правильно работать никак не отразится а вот я смотрелись глянцевый слой есть матовый что куда идет нет на это вообще смотреть не стоит потому что допустим вот у этой пленки водорастворимый слой глянцевый с липкой стороны сторона с краской матовый но у других пленок может быть совсем по-другому то есть это твои это и как бы сейчас его и может быть глянцевая то есть это вообще не показатель сторону всегда проверяем обязательно тут я допустим не знаю это как она я чувствую там где прилипло то тем кладем на воду а сюда будет клей активатор глянцевая матра на это вообще смотреть не стоит по ширине они бывают двух видов то есть полметровая и метровая тут в наличии и те и другие пленки есть потому что не все пленки так скажем бывают ну не все пленки дублируются такого даже в принципе там 1-2 пленки есть которые бывают и метровом исполнении рисунка и в пол метровом в основном они все разные то есть вот эта текстура бывает только в пол метровом исполнении от эта текстура бывает только метров а поэтому и ассортименте себя держим и те и другие пленки по работе это все на стекле лучше доделать до работать же от нести на жестком что на нем гораздо проще пленку нарезать режется лезвием она до канцелярства ножом еще вот момент по поводу скотч это мы смотрю кто-то со скотчем кто-то этот момент пленку отрезаем небольшой кусок нам для образцов хватит вопрос по пути для себя с одного вырезанного только один элемент можно сделать ну допустим у нас машинка 1 точнее машинки 4 подготовлены в этот образец мы только одну сможем сделать по сути мы можем все их четыре вреда это за раз на машинку обрезаем то есть мы готовим под нее там кусок пленки такого размера хорошо еще так спешу и после того как мы макнуем одну машинку больше мы туда уже ничего макнуть не сможем когда выдачу нет потому что рисунок потеряется вернуть сюда то есть либо мы сразу несколько деталей печатаем в кусок пленки соответственно подходящего размера либо по одной детали ну конечно можно где-нибудь и допустим с края макнуть одну деталь и другого края где рисунок чем-то неправильно деформироваться можно успеть там какую-то маленькую деталь печатать но это неправильно лучше сразу если много деталей за все сразу большой кусок пленки либо по одной детали печатать то есть пленку отрезаем всегда запасом для детали минимум где-то сантиметров по 5 желательно сделать запас то есть по длине здесь его достаточно лишнего отрезали по ширине в принципе хватает запас для чего делаем во первых для того чтобы вся деталь получила нужное количество пленки то есть деталь такая так скажем как полусфера есть вот эти вот три края которые на себя будет какое-то количество пленки затягивать то есть если делать пленку с минимальным запасом там на что хватило да и может либо не хватить на вот эти края но если ее хватит то в этих местах рисунок будет очень сильно растянутым и чтобы он не растягивался делать для этого запас то есть самой детали минимум по ширине необходимого это впритык количество пленки ну и вот этот у нас на запас на всякий случай так скажем чтобы могли выбрать место погружения более чистое бывают такие смысле более чистое ну бывают такие косяки примеру если пленку не аккуратно на воду укладывать то между пленкой и водой могут оставаться пузыри воздушные не это все на как бы да если остается воздушный пузырь между пленкой и водой то в это место лучше не печатать потому что там сто процентов будет дырка если у тебя по неосторожность там сверху капля воды пойдет в это место тоже смысл не печатал он прилипнул то есть надо печатать именно в чистой участке пленки то есть тут есть вероятность косяка даже уже при укладке пленки ну вероятность этого косяка она есть но так скажем это все все эти косяки они происходят из того что сам косяк ну опыт если воду хорошо подготовить очистить перед укладкой пленки если пленку аккуратно уложить на воду если не там не попадет сверху не вода какие-то грубые соринки то вот этих всех пузырей точек не будет они могут максимум где-то по углам появится но углы это не рабочая часть пленки работает у нас только вот середина вот эти вот так скажем участки пленки они в основном не печать не пропечатывается по поводу скотча что спрашивал скотчем отбивается тоже очень важный то есть я допустим скотчем вообще не работаю то есть он по сути по большому счету он здесь в принципе вообще не нужен если есть оборудование с ограничителями то скотч вообще не нужен то есть отрезали нужное количество пленки и все что нам необходимо будет сделать это вот такие вот небольшие надрезы по всему периметру пленки это для того чтобы она не сворачивалась при реакции на воду то есть многие пленки они когда начинают контактировать с водой растворяться они могут начать скручиваться по краям то есть если не делать эти надрезы она может начать сворачиваться и вот с такого куска вот такой вот маленький может разрезать надрезы эти как ограничители работают если она вдруг начинает сворачиваться она сворачивается на максимум на длину этого надреза дальше она уже сворачиваться не будет а по поводу скотча момент такой то есть многие пленки они когда начинают растворяться на на воде до нанесения активатора они начинают сморщиваться то есть она контактирует с водой начинает покрываться вся морщина то есть она сморщивается съеживается потом процессе выдержки вот этого двухминутной она то есть это нормальная реакция то есть она потом упрямляется разглаживается немножко растягивается то есть возвращается обратно в свое гладкое ровное состояние первоначальное интересно если пленка такая которая сморщиванием реагирует на воду будет проклеена скотчем особенно если она будет по периметру вся я видел на периметрами все-таки то есть происходит следующее она по-любому среагирует вот этим сморщиванием на воду потому что у нее такой процесс растворения то есть она вся сморщится покроется этими морщинами но выпрямится растянула и не даст короче не даст соответственно все вот эти морщины складки не так и столько по сути это уже косяк обеспечен брак да если вы эти морщины пленки морщины и складки печат мнение к тому что то есть это уже изначально будет косяком потому что не получится сделать скотчей не дает растягивается ну а если не клей скотч и нет специальная ванна с ограничительным то чтобы расплылаться надо уже придумывать если оборудования нет так скажем под свой тазик придумывать какие-то ограничители которые не будут давать Ну а ограничитель выставляется по факту, вот под этот кусок они все будут сдвигаться, именно... Практически, при таких запасах, небольшие оставляем, где-то миллиметров по 5, максимум по сантиметру с каждой стороны. То есть прям её зажимать тоже ограничительными не надо. Она должна немножко, так скажем, в свободном пространстве находиться, чтобы могла спокойно себя на воде чувствовать, там, сжиматься, расширяться, если необходимо, и всё остальное. То есть скотч я клеить вообще не рекомендую на пленке. Ну, если есть оборудование, да, но тут уже дело такое. Ну, так скажем, надо как-то будет придумать, сделать какие-то... Ну, хотя бы условные какие-то, выставить планочки, да? Да, чтобы пленка не выходила после нанесения активатора за рамки, чтобы рисунок не растягивался и был чётким. То есть даже с двух сторон нежелательно клеить, потому что некоторые пленки, они неадекватно на скотч реагируют, они могут оставлять какие-то поперечные потом затяжки. После нанесения активатора получаются поперечные затяжки на самой уже текстуре, на рисунке. Соответственно, если у них печаться, они опять же все будут потом по итогу найти детали. Самый простой вариант – это отрезать кусок пленки и сделать надрезы по всему периметру. Сто процентов уже никаких вот этих вот косяков нет будет. Понятно. Ну, в ванной мы потом посмотрим. А по поводу активаторов, вот разница в пленках разных производителей. Активатор, его можно купить один готовый. Активатор универсальный под все пленки подходящие. То есть тут разница только в количестве… Требуемого, да, для разжижения? Да, активатор. А что тут на пленке? Клей, что вообще активатор там… С чем он работает на пленке? Активатор растворяет краску, которая находится на пленке. Ну и, соответственно, тоже делает более эластичной саму водорастворимую основу пленки. То есть она растворяется на воде и плюс активатор ее… Разжижения на сверху. Разжижения на сверху. И делает эластичной. Но основная суть активатора – это растворить именно краску, находящуюся на самой пленке и плюс дать адгезию краске, которая выкрашена у нас деталь. Понятно. Активатор – это не растворитель автомобильных красок? Нет, конечно, это специальная смесь, так скажем, растворителей, замедлителей. То есть он составной материал, который подобран таким образом, чтобы он не, так скажем, дико не перерастворял пленку и не было такого, что это его нанес и через 5-10 секунд он испарился. Да. То есть он держит пленку активированную минимум одну минуту. А, кстати, если деталь большая, то мы наносим и сразу работаем? Или надо выждать? Как вот этот… Там выдержка небольшая. То есть большинство пленок они очень быстро, буквально на секунд через 5-10 после нанесения уже готовы печать. Это как-то видно или это чисто познательно? Визуально можно отследить путем, то есть опять же опытным путем, допустим, я уже могу по пленке сказать… Ну понятно, опыт. Вот я неопытный буду делать потом… Я сейчас попробуем вместе? Ну вот дома буду делать сам что-то… Да, сейчас я объясню. На ванне, когда будем печататься, это будет, так скажем, проще объяснить. Ну и сейчас, в принципе, могу объяснить. То есть когда мы ставим ограничители, мы не зажимаем пленку вплотную, то есть оставляем небольшие запасы между пленкой и ограничителем. То есть после того, как мы наносим активатор, вот этот оставленный запас, он как индикатор работает. То есть грубо говоря, я наношу активатор на пленку, как только пленка у меня расширится, заполнит вот эти пустоты… То есть какое-то расширение происходит после… Да, то есть она становится эластичной, и рисунок, скажем, немножко расширяется. То есть я использую вот эти пустоты в качестве индикатора. Как только у меня пленка, так скажем, растянулась, заполнилась, все вот эти вот щели отставленные… Все готово. Она, да, уже готова, можно брать детали, печатать. В смысле там ее выжидать 30-40 секунд, нет никакого. Но ограничения тоже по времени есть, после которого, если что-то там произошло, всякое бывает… Да, есть ограничения. Ну, допустим, в течение минуты ты как бы должен… Да, отпечатать. Если что-то произошло, минута прошла, вопрос может быть глупый, я не разбираюсь. Можно еще раз нанести активатор или надо собрать и выкинуть? Нет, нет, нет. Уже на ту пленку, на которую ты нанес активатор, через… спустя там 15-20 секунд еще слоя активатора наносить смысл никакого не будет у нее. Угу. То есть она уже, грубо говоря, активировалась. Если ты видишь, что тебе его не хватает, то это говорит о том, что ты изначально его мало нанес и он на тебя уже тупо начал испаряться. Второе нанесение не даст никакого результата. То есть сделать надо это за один раз и правильно сразу? Да. Грубо говоря, есть одна попытка. То есть попытка нанесения, по сути, положили, нанесли, если есть какая-то ошибка, снимаем и по новой. Ну да. Ну смотри какой момент. То есть если ты нанес активатор и сразу замечаешь, что у тебя где-то в каких-то местах его не хватило, может быть вообще в принципе ты его мало нанес, то сразу же там можно нанести еще один проход. То есть это вот сразу, не через минуту? Нет, конечно. То есть нанес, посмотрел, если не хватает, ты можешь добавить еще нужное количество. Но там через 30-40 секунд, через минуту уже смысла он никакого не будет наливать. То есть по сути надо за одно нанесение нанести столько активатор сколько необходимо пленки. По подготовке как бы все понятно, это обычная окраска до нанесения лака, грубо говоря, пленка это у нас делает нам цвет фактически, какой мы хотим. Если, к примеру, не получилось то, что хотели, как это убрать? И перекрашивать или чуть-чуть? Да, тут в принципе ничего сложного нет. То есть деталь, которая не получилась по принту, нам ее для переделки достаточно просто заматировать абразивом, ну тем же самым под покраской там 600 и 800. И опять можно красить. То есть нам не надо снимать весь слой, да? Весь рисунок нам удалять с деталями не надо, потому что здесь уже пленки никакой нет, здесь только краска. То есть нам достаточно ее просто заматировать и перекрыть базой. Да. То есть мотируем, можно даже не обезжиривать, если ничего там не лапали сильно, да? Да нет, почему? Ну пыль убрать и обезжирить, конечно, желательно. Так же потом перекрашиваем. В общем процесс такой же, как и на базе. Если есть косяк, потерли, обеспылили и заново передули, ничего страшного. И реагирует с краской, она абсолютно адекватная, да? Такой тоже важный момент, мало ли там косяки какие-то. Да, это бывает по началам. То есть заринки, пузырьки, еще что-то. Вообще нормальное явление. То есть, ну такой, так скажем, процесс перекраски можно сделать, ну я не знаю, там два-три раза. Примерно отпечатал, не получилось. Промыл, просушил, перетер, перекрасил. Ну, чем больше, соответственно, ты печатаешь и перекрашиваешь, тем у тебя толще стой сломается, слой становится. То есть по итогу может получить такая каша, которая потом тут под лаком не просохнет. Ну это понятно. Это как с перекрасками обычными. Да. То есть все косяки, как в малярке, все будет то же самое, чуть-чуть только нанесение хитрым будет. Да, в принципе, да. Ну от подложки это уже тема такая, играйся как хочешь, да? То есть хочешь получить что-то уникальное, играй подложкой. Да, подложка влияет на итоговый результат, на оттенок, который у нас получится. То есть подложка может быть любого оттенка, то есть тут уже насколько фантазий хватит. То есть тут тоже прозрачность хоть и небольшая, но она есть. Она есть, да. То есть в принципе на этом вот перее можно определиться, так скажем, с подложкой. А, то есть в принципе можно, если клиент хочет, ему прямо вот так отрезаю кусочек, подкладывая, мы будем примерно разницу видеть. Интересно. Ну видно все равно разница. Тут явно конечно видно между двумя. На камеру конечно уж так не покажешь. А, ну да, вообще-то. Совсем разница. Это интересный вариант. В общем, изменение подложки можно и не соответствует. Ну чем удобно, что получается клиент, если сам не знает чего хочет и, к примеру, нет такого количества образцов, мы можем положить в веер, положить и говорить, выбирай хоть, ну хоть что-то уже видно. А по продажам, как продаются мотками, метрам, метражами? Метражом, да, погонными метрами продаем, то есть минимальный заказ по полметровой текстуре это пять погонных метров, по полметровой текстуре это три погонных метров. Ну пять погонных метров каждого, но, допустим, мне нужно будет сделать образцы. Я по пять метров должен каждого под образец брать или… Ну… Для работы я понимаю, да, то есть для работы в дальнейшем… Под образцы я думаю, то что можно, потому что бывают остаются такие стандартные обрезки на складе. Большие, я думаю, что это все можно обсудить с менеджером либо на сайте с консультантом, либо с менеджером по телефону и найти из этой ситуации выход. Конкретно, если под образцы, то я думаю, что можно будет подобрать какие-то небольшие пуски пленки. Это хорошо. А вообще сами ваша компания продает образцы готовые? Ну мы можем, да. Чтобы вы их напечатали, уже пронумеровали и отдали… Готовые стенды, да. То есть у нас есть такая позиция в продаже 25 образцов, там основные, так скажем, варианты… Мы все делали, мне это дали, и я и время как бы не трачу. Ну тут палка, так скажем, на двух концах. Когда ты делаешь образец сам, ты уже, так скажем, к работе с данной пленкой… А есть подход разный от пленок? Да, некоторые пленки, они отличаются друг от друга по работе. То есть в основном процентов 75 примерно пленок с нашего склада, они все работают стандартно одинаково. Но вот эти 25 процентов, они немножко в работе отличаются. Работа в смысле нанесения клея или… Количество активатора и время выдержки на воде, их может меняться. В зависимости от толщины пленки и от количества нанесённой краски. Какие моменты по окунанию? То есть у нас мы положили, подождали, она разгладилась, да, нанесли клей и опускаем. Да, то есть по опусканию деталей, по углу погружения, то есть момент очень важный. То есть неправильный угол, неправильно выбранный угол погружения, он приводит к браку. То есть либо у нас текстура где-то нормально легла, где-то её там слишком сильно растянуло. Также неправильный угол приводит к тому, что остаётся воздух между пленкой и деталями в процессе печати. Карманы какие-то, да? Соответственно, всё потом получается в пузырях, эти пузыри при промывке отваливаются и получаются дырки. То есть оптимальный угол для печати деталей – это примерно 45 градусов. Это для большинства деталей, если, к примеру, смотреть по салонам автомобилей. Какие-то вот молдинги, ставки с панелей, то есть детали по большому счёту несложные. То есть вот под такие детали самый оптимальный вариант – это вот угол 45 градусов и равномерно вниз под углом детали погружения. То есть не меняя угла, не делая каких-то лишних движений, мы зафиксировали жёсткую деталь и, так скажем, равномерно вниз под углом 45 грузили. В этом случае и воздух не остаётся между пленкой и деталями. Ну это как бы простая более-менее деталь, считается. Ну это да, простейшая деталь, это по сути в принципе тоже. Если по салонам машин говорить, то там они зачастую однотипные все детали. Какие-то молдинги с панелей, ручки, блоки стеклоподъёмников. То есть все детали в основном в большинстве случаев они все с одной плоскостью и все… Но вот эти аппараты, которые вы делаете автоматизированные нанесения и погружения – это для каких деталей? Или неважно для каких деталей? Ну по сути для деталей, опять же, ну практически любой формы. То есть там также на этой установке можно и угол менять, погружение выбрать любой. То есть в принципе под любую деталь, но, к примеру, деталь вот такого плана, уже на ней будет сложно отпечатать, потому что деталь сама по себе не самая простая. То есть у неё получается две плоскости, одна и вторая. И с какой стороны тут заходить? Деталь тупо под углом 45 градусов, а печатать не получится. А угол менять придётся в процессе? Да, в процессе печати. То есть это только ручным способом? Вот конкретно такую деталь только ручным способом, только с изменением УВА. То есть я бы её печатать начал, в принципе, буду печатать вот таким образом. То есть начну вот с этой части детали, то есть первым буду печатать… Она по сути вертикально пойдёт почти, да? Да, то есть она практически под углом 90 градусов будет заходить. Соответственно здесь мы будем делать движение не просто вниз, а вниз и вперёд на плёнку. То есть если здесь делать просто движение вниз, то рисунок будет очень сильно вытягиваться. Ну а вот тут это будет, я так понимаю, видно вообще прям сильно, да? И здесь, ну и здесь в принципе тоже. То есть под таким углом большим прямым 90 градусов нельзя печатать просто вниз. Необходимо печатать движение вниз и вперёд. Соответственно пропечатываем вот эту плоскость детали, потом меняем угол и опускаем уже вниз. И дальше уже также под углом там примерно 45 градусов на конце. Ну это уже опыт. Я думаю с таких деталей начинать не стоит, да? Ну не самая простая для начала деталь. Хотя казалось бы не сложного. Казалось бы, да, ничего сложного. В принципе, да, ну кто-то может там подумать, что можно её вот так вот взять. Просто с двух частей, так скажем, начать печатать. Но это тоже неправильно, потому что каждый из этих плоскостей будет на себя плёнку затягивать. И в середине может получиться сильное растяжение. Тоже вроде мелочь. Влажную роль играет, да. То есть ну вот эти отверстия тоже и перед печатью, желательно с обратной стороны заклеивать скотчем. Зачем? Чтобы рисунок не уводил в процессе. Если это отверстие не проклеивать с обратной стороны скотчем, то получается следующее. Если мы текстуру там карбона печатаем, либо металла. Ну если даже прямое дерево, то получается как. У нас рисунок идёт ровно. А где-то он загибается, да? Подходя к этому отверстию, он начинает вот так вот. Вот это отверстие. То есть вода начинает заходить. Затягивает за собой плёнку. Соответственно, да, затягивает за собой текстуру. Текстуру получается, такие вот искривления. На выходе тоже самое будет и такие вот вещи. Когда у нас скотч проклеен, вода не заходит в это отверстие. Соответственно, у нас рисунок как шёл ровно. Так он ровно и пройдёт, и выйдет также ровно потом. Если не клеить, 100% в этих местах всё будет криво. Особенно это будет очень видно на металле и на карбоне. Эти отверстия также желательно проклеить с обратной стороны скотчем. Чтобы рисунок чётко прошёл. Нюансы. Мелкие нюансы. По моменту ещё такой, то есть точку касания, то место, с которого деталь начинаем заводить в плёнку, желательно выбрать максимально острого угла. То есть по этой детали у нас получается острого вот эта часть. Соответственно, отсюда мы и начнём. Так и удобнее даже будет. То есть если бы начали отсюда вот с этой плоскости печатать, то у нас получается, выставив угол 45, у нас слишком много плоскости. Да, сразу касается. Касаться плёнки, соответственно, очень великий риск того, что в моменте до касания останется воздушный пузырь между плёнкой и деталем. Короче, ещё меньшую площадь соприкосновения за один раз. С момента контакта. По этим деталям тут они, в принципе, все острые. Можно как угодно печатать. Ты хочешь в длину печатать, хочешь так же печатать. Даже в ширину можно. Да, то есть как тебе удобно. Главное, чтобы эта деталь заходила под углом ввода. По этой детали самая оптимальная точка касания вот этой части. Отпечатаем одну плоскость, меняем ногу и допечатаем вторую. По этому образцу здесь самую островую вот эту часть детали. Соответственно, здесь будет только касание и равномерно вниз до конца так же погружаем. Самые тяжёлые в печати – это детали сиферической формы. Да, их закончили. Я хотел спросить, как их заканчивать? К примеру, мотошлемы спортивные большие. То есть такую деталь в один заход качественно отпечатать не получится. Это уже проверено. А как тогда? Даже попытаться смыслами от них необходимо печатать несколько заходов. То есть печатаем сначала одну сторону, соответственно, предварительно оклеив бумагой одну сторону, чтобы на неё принт не ложится. А если форма такая, что нет ни граней, ни стыков, ничего, как рисунок сочетаться будет? Получается у нас ровный стык, и этот стык уже потом придётся как-то комбинировать. Либо делать какую-то абстракцию, либо с аэрографа, какую-то прокраску, может быть, какую-то вторую текстуру добавлять. То есть, в принципе, если клиент просит делать мотошлем, это… Это сразу с ним обговаривать, что в один заход его сделать качественно не получится, потому что рисунок по-любому растянется. Где-то половина шлема будет хорошо отпечатана, остальная половина просто в хлам растянута. Соответственно, уже с клиентом заранее всё это обговаривается и ищем, так скажем, пути. А диски – это не проблемные? Нет, диски – это вообще элементарные, так скажем, детали. Ничего сложного. Просто он кажется как бы большим объёмным? Самая сложность – это только вот в том, что он весит немало. А в остальном печатается он так же элементарно, так же быстрый угол, 45 градусов равномерно вниз. Но пропечатается ж только лицевая часть спицы и полка передняя, зад не пропечатается? Зад не пропечатывается, потому что плёнки просто физически не хватает размера, чтобы туда зайти и нормально подтянуться. То есть она начинает растягиваться и рисунок, соответственно, теряется. Ну, там и в принципе печатать нет, потому что у меня часть диска не всегда видно. Ну, согласен, там можно фон оставлять, да и всё. А также всё отбивается скотчем, с двух, с трёх хотим красить, на четыре части разбить. Да, если делать скомбинированную покраску, то есть всё это через контурную ленту. То есть вот эти пару деталей, если это будет в матовом исполнении, можно сделать за два часа легко. А, по поводу двухкомпонентных, что моменты вот эти окрашиваются полностью базовой краской, но на акрил, на алкит не вариант. Нет, только базовая эмалядная компонентная. В качестве подложки, так сказать, как основа идёт под плёнку и как цветовой фон идёт только базовая эмалядная компонентная. Тупо на пластик принт не ляжет, на грунт, на акриловый принт не ляжет, на лак он тоже не ляжет. У кого-то получается, но тут 50 на 50, у кого-то это выходит, у кого-то не выходит. То есть с базовой краской, когда у тебя деталь подготовлена и покрашена базовой эмалью, здесь результат 100% будет. То есть могут быть косяки только из-за того, что там недостаточное количество активатора нанёс, либо слишком много. А конкретно, что касаемо адгезии, она будет идеальна, если нормальная плёнка растворится, если нанести нормальное количество активатора. То есть на базовый эмаль принт идеально ложиться. Использовать в качестве базовые двухкомпонентные краски, акриловые, алкидные, либо грунт-наполнитель или лак не советую. Намучаетесь больше, чем получите результаты качественные. А по краскопульту для активатора, и ещё кроме краскопульта для активатора, в баллонах продают материал и в банках. Вот в чём может быть существенная разница? Именно по самому активатору? Да, по самому активатору он там не отличается? Нет, сам материал такой же, то есть что в баллоне, что в банке он одинаковый, ничем он не отличается. Единственный момент, что из баллона активатор очень проблематично будет нанести на большие участки плёнки, потому что не формируется факел. И давление в баллоне оно скачет. Пока новый баллон, соответственно, газа там много, давление там одно. Баллон опустошается, соответственно, газ тоже выходит. То есть, потеряется давление и начинает поливать, да? Да. Ну, это стандарт давления, по-моему. Раз П уже идёт грубая, и капля активатора грубая, приводит к тому, что она может уже под конец там даже насквозь плёнку прожигать из-за того, что слишком грубая капля. То есть давление здесь играет достаточно большую роль. То есть наносится пистолет с накрасочкой? Если делаете, собираетесь заниматься этим. Ну, профессионально, конечно, то необходим будет краскопульт. С краскопультом результат будет совершенно другой. А дюза какая? По краскопульту, то есть дюза, самое оптимальное, это 1.3. Ну, это растворитель всё-таки. Можно, в принципе, использовать и дюза 1.4. Дюза берём 1.3, потому что у этого краскопульта достаточно широкий факел. То есть, к примеру, если мы на покраске используем мини-джеты, там от 0.8 до 1.2, от активатора они не подойдут, потому что у него максимальный факел, ну, сантиметров 20. То есть чем шире факел, тем лучше? Да. То есть у такого краскопульта здесь за 1.3 у него факел где-то в районе 30 сантиметров. Соответственно, плёнка шириной в 30 сантиметров можно спокойно за 1 проход перекрыть. Ну, опять же, если кусок плёнки больше, то делаем 2 прохода. А крест-накрест или как бы в одном направлении хватит? Или это смотреть надо? Смотреть по плёнке, по нанесению, ну, надо стараться, то есть как, желательно за 1 проход нанести музыку. Ну, я, потому что, ну, допустим, там технология окраски, если там сложен цвета, так и вот так. Разница, смотри, чем отличается нанесение активатора от покраски. По покраске, то есть момент какой, когда мы красим, нам там сделать необходимо перекрытие в полуслоя, так скажем. То есть делаем 1 проход, 2 проход стараемся делать так, чтобы у нас... Да, перекрывал половину 1. Да, чтобы не было там яблочных, ну, всяких разных косяков по малярке. Ну, и в идеале также повторить еще краск-накрест. По печати, когда мы наносим активатор, здесь нельзя вот так полуслоя перекрывать. То есть мы, когда наносим активатор, делаем 1 проход, 2 проход надо факел построить так, чтобы он по минимуму попадал уже на первый, уже на растворивающийся, так скажем, участок плёнки. Ну, это как бы... Потому что если он будет попадать, соответственно, там у нас будет... Густота слоя. Уже совсем другой слой, в 2 раза толще, так скажем. И в этом месте плёнка будет уже перерастворена. Да. И это все будет видно потом, да, отразиться? Ну, это будет косяк. Допустим, если будет большая деталь, ты её там... Активатор нанес, так скажем, хаотично, где-то у тебя полосками он жирнее, где-то суши получился, ты печатаешь деталь, соответственно, где-то она у тебя нормальная плёнка легла, где-то он у тебя был жирный слой, и в этом месте рисунок просто начнёт перерастворяться и сматываться деталь. Поэтому нанесение активатора должно быть равномерным. То есть надо нанести активатор одним ровным слоем. Как ты это будешь делать? Просто два там горизонтальных прохода либо крест-накрест припылять? Не важно. Главное, чтобы у тебя был нанесён один ровный одинаковый слой. Уже посмотрим, во-первых, какой слой. А по самому пистолету настройки в плане, сколько подачи примерно выключено? Есть стандарт, да, то есть конкретно, допустим, под этот кресткопульт, под мою руку, под мою скорость. Что за вообще пистолет хоть? Двилбис? Это нет, это китайский дешёвый кресткопульт. То есть под активатор не надо заморачиваться и брать какие-то дорогие кресткопульты. Смысла никакого не будет. То есть самое главное, чтобы в кресткопульте, который используется под активатор, был ровный факел при спалении. Чтобы не было брака именно по факелу. Не было восьмёрки, бананы, всего остального. То есть ровный вертикальный факел, как обычно, немного липсообразный, с минимальным пылом. Но если, допустим, есть уже пистолеты, можно взять окрасочный, потом его промыть и дальше, если надо, мы их красим без проблем. Активатор никак не портит кресткопульт, прокладки от него не текут. То есть я его отсюда даже не сливаю никогда. Этот кресткопульт не обслуживается. То есть он стоит всегда с активатором и всё ровно. Да, он никак от него не портится, поэтому его не надо даже... А по давлению сколько на нажатом курке? Давление на выходе здесь очень большую роль играет. То есть здесь оптимальное давление – это единица. Максимум 1,2, не выше. Ну, опять же, я скажу так, уже по окрасочным, но от системы пистолета тоже много будет зависеть. Надо подстраивать будет. Да, да. Ну, поскольку материал не вязкий, то и давление не должно быть. Высокое давление, оно... Я так понимаю, оно разобьёт просто, скорее всего, порвёт. Оно будет разбивать рисунок, то есть оно будет давать волну. Рисунок будет уже не таким ровным, чётким. Будет кривой. Палился ещё, высокое давление, оно сушит материал. У нас материал очень жидкий, если будет высокое давление, то есть он будет на выходе уже просто высыхать. Чем выше давление кроскопульзе, тем на выходе более мелкая капля. Ну, само собой, атомизация. Мелкая капля, соответственно, она быстрее испаряется. То есть высокое давление приведёт к тому, что, во-первых, будет развиваться рисунок при нанесении, во-вторых, плёнка будет всегда не доактивирована из-за того, что будет слишком сухой распад. Активатор в процессе полёта, какие-то его части уже начнут испаряться. Испаряться. Давление большую роль играет единица. А подача сколько, ну, в этом случае, выкручена? Подача конкретно под эскапульты, под мою скорость нанесения, здесь у меня стандарт три оборота. Раз, два. То есть затянули и три оборота против всего стрелка открыли. То есть для меня это стандарт под большинство плёнок. Вот какие-то плёнки приходится немного корректировать. Либо чуть убавить, либо чуть прибавить. Всё зависит от количества краски на плёнке и от толщины самой плёнки. Разбег небольшой, это где-то максимум пол-оборот. То есть, ну, от двух с половиной до трёх с половиной. Стандарт три. Факел на максимум стоит, его корректировать нет смысла. Да, крылья без корректировки так на максимум открыты. Ну, и подача, да, потому что редуктор стоит. Потому что, да, трёх с манометром. А почему пришли к тому, что активатор сами формулу сделали? Ну, китайский активатор, он достаточно агрессивный. Наш активатор, он помягче. И плюс доставка его из Китая проблематичная. Материалы такие токсичные, химические, самолёты мне отправляют. Всё это только железная дорога, и пока это с Китая всё придёт. Да, это долго. Ну, и цена, соответственно, там другая. А у вас по цене дешевле, дороже? У нас, скорее всего, дешевле. Я так китайский рынок не мониторил. Но у нас получается литр активатор стоит 1000 рублей. 990. Ну, это у вас на потоке стоит, да? То есть, для клиента, на продажу? Да, ну, там от объёма, соответственно. Нет, я к тому, что он в плане на рынке, то есть, на продажу. Не для себя вы его делаете? Нет, мы делаем его именно на продажу для работы с нашими плёнками. То есть, он подходит под все плёнки, которые у нас присутствуют в продаже. Он универсальный. Расход у него небольшой. То есть, этой литровой банке достаточно долго хватит. По-моему, где-то квадратов минимум на 15 его точно хватит. И то это, так скажем... То есть, то, что стоит 1000 рублей, это как бы по факту на вот эти детали, что мы смотрели... Не только на эти детали хватит. То есть, для этого хватит, то есть, к примеру, по объёму где-то примерно салонов на 6-7 двухсотых крузаков. Просто там и цена за работу как бы? Да, ну, у нас, допустим, в Самаре работа по двухсотому крузаку стоит 30 тысяч. 6-7 салонов, это 200 тысяч рублей. При цене в тысячу, да. Просто не, ну, кажется, за литр тысячу как бы дорого, за литр. Ну, расход малый и... Хорошие разбавители бывают стоят 100 рублей за литр. Ну да. А их там надо побольше. А мы разговаривали по поводу, ну, примерной формулы расчёта. Это считается по площади, да? Цена... По площади. Цена зависит от площади, по сути. От объёма, да. Ну и сложности, убитости пластика. Новый, старый. Ну, это реже. В основном, вот, присутствие на нём покрытие софт-тач. Если уже деталь была, покрытая софт-тач лаком, то там дороже будет работать. Снимать его весь надо, да? Очень тяжело снимать. Поэтому там цены очень дороже. А остальные все факторы там, ну, если, конечно, деталь треснула, её приходится в основном распаивать. Ремонтировать. Не, мы не говорим за ремонт, это понятно. Я к тому, что вот есть новые детали, считаем площадь. По сути, новая от старой она ничем не отличается. Угу. Цена одинаковая. Также выбор лаков не влияет. А плёнка в цене влияет? Нет. Никакой разницы. Ни цвет, ни текстура, ни лак не влияет на цену. Угу. Всё по фиксированной цене. Только если деталь ремонтная. Тогда больше. Туда исключаем стоимость ремонта. Либо, если там было покрытие софт-тач, то отдельно назовём удаление этого софт-тач. Угу. Немножко прибавляем цену, потому что процесс по времени растягивается. Ну да, больше работы просто сделать надо. Да. И с деталью потом больше работы в плане доведения до максимально идеального гладко-ровного состояния. Угу. Что касаемо, опять же, краскопульта, нанесения самого активатора, то здесь, в принципе, техника та же самая, что и при нанесении лакокрасочных материалов. Ну это всё покажем на ванной. Максимально ровно. Гладко. Чтобы везде по всей площади плёнки у нас был одинаковый ровный слой. Угу. То есть не надо там хаотично махать пистолетом, надо стараться наносить равномерно. Параллельно. Параллельно. Вертикально. Параллельно. Вертикально. Параллельно. Параллельно, да. Горизонту воды. Перпендикулярно держать, чтобы ширина факела максимально ровно перекрывала ширину плёнки. Или вести параллельно его вдоль. Да. На знаку высоте, чтобы везде было знаку ровных слоев тела. Ну и, соответственно, скорость снесения тоже не меняем, потому что от этого меняется толщина слоя. Вроде всё понятно. Сам активатор, он к работе уже готовый, сюда добавлять ничего не надо, всё здесь уже смешали. Единственное, его перед работой размешать, потому что он составной, может у вас садок упасть. А фильтровать там нечего через воронки? Нет, нет. То есть он чистый? Он чистый, да. Абсолютно прозрачный. И у вас садок только один компонент может выпадать. Как бы этого не увидишь, но он по плотности… А, ну просто расслабивается материал и всё. То есть его необходимо размешать и можно работать. С КСК-пульт сливать не обязательно, если мы там на пару дней выходных уходим. Если долго не работаем, то, соответственно, лучше с КСК-пульт обратно банково слить. Понятно. Чтобы через отверстие в бачке… Не испарялся. …и облетучились он, да. Здесь, в принципе, всё. Уже там дальше на ванне. Печать самая. Угу. 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 Продолжение следует...